На русском радио дневники щелкового пути. Ну что, раннее утро. Пока еще непривычные для нас ранние подъемы. Но, тем не менее, вон здесь гонка, нужно привыкать и входить. А в ритм. Ну что, конечно, первыми приезжают на контрольную точку и бригаду скорой помощи, реанимация, метла, обязательно. Все те, кто занимаются организацией безопасности движения, в первую очередь. Ну и вот, собственно, та самая контрольная точка, куда подъезжают гонщики. И отсюда они уже засекают правильное время. Они уже в порядке очередности стартуют на спецсуществах. По-русски? Здрасте. Немножко по-русски, да. Стартовое время будет около красных флагов. Два красных флага будет. И важно для гонщика стартануть в определенную секунду. То есть не минуту, а именно секунду. Да, на секунду, конечно, конечно, конечно. Ребята, там будет стартер и парень, который... Это будет выстрел в воздух. Это будет по пальчикам. Так он смачивает. Просто пальчик. Вы увидите сейчас. Зачем пугать? Здесь так называемые две зоны. Зона КВ, куда заезжают гонщики. Это контроль времени. Ты прибыл вовремя, проехал дорожную секцию. Ты был к финишу или старту в назначенное время. И вторая точка, это откуда непосредственно идет уже старт гонщики. Мы находимся в степи. Здесь ни связи, ни пункти, ничего. Поэтому везде грохочут и грохочут вот такие вот генераторы. В данном случае не включилась пунктиковая связь. Это нормально. Ну и, конечно, анонсировали старт гонки. И все жители Астрахани, почти все, конечно, приезжают сюда, для того, чтобы занять правильные и хорошие места. Жители Астрахани говорят, что здесь... Жители Нижнего Новгорода. Да. Да-да. Приехали специально на гонку. Вообще, для приехавших сюда местных жителей главным сигналом к началу гонки является вертолет, который в обязательном порядке перед самим стартом пролетает всю трассу для того, чтобы посмотреть, нет ли никаких преград. И после этого уже, собственно, гонка начинается. Итак, мы находимся на той самой точке, после которой пилоты нажимают педаль акселератора и уходят в пол, в топку, как хотите называть. И уже отсылают клубу дыма, грязи, пыли, всего чего угодно. И так, сегодня 360 километров. Мы отъехали от Астрахани и налево-направо-направо. Сегодня степи, бугры, и через сотни километров надо будет показать мастерство пилотирования на максимальной скорости. В общем, сегодня, конечно, навигация, но надо понимать, что дюны, ямы, колдобины, все это, конечно, может сыграть злую шутку с пилотами, если ты будешь невнимателен. Сам маршрут, сам спецучасток очень сильно удивил. После недавно прошедшего дождя пески себя вели несколько иначе. Многие машины зарывались в песок, и гонщики теряли время, откапывая автомобиль. Кто-то отрывал колесом мосты там, где это не планировалось совершенно сделать. Ну и одна из сложностей спецучастка, это, конечно, так называемый топливный кризис. Это настоящая топливная эпидемия, потому что сразу три экипажа лишились топлива, не рассчитав изначально тот самый расход, который потребуется им на спецучастки. Виной тому, конечно, и скорости, которые оказались чуть выше, чем планировалось. Виной тому пески те же самые. И самое главное, тот режим боевой машины, который оказался намного выше, чем рассчитывали гонщики. Когда подлетаешь к Астрахани, видно из-за окна иллюминатора вот такие большие или маленькие соленые озера. Это высохшая соль, собственно, после того, как здесь был разлит Каспий. И вот что остается. Вот для гонщиков отмечено в роутбуке солончак. Да, это все соль, но ее сложность в том, что в данном случае прошел недавно дождь, и если ты видишь в роутбуке обозначенный солончак, ты должен понять, как объезжать вот эту самую длину. Ты, преодолев сотни километров, получается, из Калмыкии разворачиваться в сторону Астрахани, и уже по песчаным, очень вязким дюнам через пустарники команды возвращаются, пилоты возвращаются в сторону Астрахани на пилуак. Ну, здесь, конечно, побеждает и записывает в зачет себе правильное и хорошее время не тот, кто быстро проедет, но и покажет мастерство навигации. В общем, экипаж русского радио без потерь, что немаловажно движется далее. С топливом у нас полный порядок, и я уверен, что все у нас будет прекрасно, потому что это русское радио. Да, вот таким он был сегодняшний день. очень ярким, насыщенным, и это только первый день гонки. Через вид, все самое интересное. Мне бы еще сюда кусочек лайма, и получилось бы... Да, ребята, это настоящая соль. Смотрите. Прям... Да. Сванчак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok